Уважаемые коллеги, дорогие друзья, сегодня, 28 апреля, второй раз в стране нашей отмечается вновь учрежденный праздник, День работника скорой медицинской помощи. Этот день в стране отмечает более 100 тысяч сотрудников скорой медицинской помощи. Одних только фельдшеров у нас порядка 90 тысяч, врачей около 20 тысяч, водителей тоже около 90 тысяч. Поэтому это такой праздник, который, во-первых, касается большого количества людей, а если еще взять количество пациентов, которых и касается, родственников, членов их семей, то это практически касается всех. Потому что скорая медицинская помощь – это тот вид медицинской помощи, на который надеются и уверены, что получат каждый житель нашей страны. Ежегодно наша скорая помощь выполняет порядка 45 миллионов выездов, свыше 10 миллионов экстренных госпитализаций. Поэтому, конечно, среди социально значимых служб скорая медицинская помощь стоит, наверное, на месте, которое ничуть не меньше, чем у работников Министерства внутренних дел, чем у работников МЧС. И так было всегда, так было, начиная с 1898 года, когда была основана скорая медицинская помощь в нашей стране. Так было все самые трудные годы, все лихолетия, и гражданская война, и Великая Отечественная война, и 90-е годы, и сейчас. Скорая помощь, конечно, это такой инструмент и такой мощный многоуровневый организм в стране, который решает очень важные задачи. По сути дела, приходит на помощь тогда, когда человеку плохо, когда необходимо быстро оказать помощь. И для этого работает огромный коллектив, огромные ресурсы в стране на это задействуются. Я хочу сказать, что за вот эти годы, а это уже больше, так сказать, 125 лет, скорая помощь, конечно, выстроилась в огромную стройную систему. И казалось бы, ну вот что нового, можно сказать, в отношении скорой медицинской помощи. И тем не менее, мы с вами, вот даже за последние, вот те, кто работает 10, 20, 30 лет в составе скорой помощи, видят, какие большие изменения происходят в этом направлении. Что у нас помимо карет скорой помощи, выездных бригад скорой помощи, которые, по сути дела, являются основным звеном оказания скорой медицинской помощи, появляются авиамедицинские бригады, специализированные бригады, появляется стационарный этап скорой медицинской помощи, продолжаются научные разработки, восстанавливается санитарная авиация. И все это те звенья, которые, конечно, работают как в повседневных условиях, так и в чрезвычайной ситуации. Я хочу сказать, что последние два года, конечно, были большим испытанием для всех нас и для службы скорой медицинской помощи, которая брала на себя первый удар оказания помощи больным с новой коронавирусной инфекцией, когда скорая помощь была как раз тем звеном, которая, в общем-то, могла сохранять часами жизнь пациентов. И даже тогда, когда в приемном отделении невозможно было их принять, мы помогали, дышали. В это время помогали пациентам, так сказать, получить ингаляцию кислородом и дожить до стационарного места, где есть кислород для того, чтобы можно было дышать. Эти фотографии обошли все средства массовой информации. Я хочу сказать, что, конечно, вот особенно на первом этапе, очень много сотрудников скорой медицинской помощи переболели. Практически за вот эти два года большая часть сотрудников скорой медицинской помощи, несмотря на все средства защиты, несмотря на все, так сказать, прививки, которые пришли и выполнялись, конечно, очень многие переболели. И здесь нужно сказать, что, по сути дела, это было служение, жертвенное служение нашим больным, нашим гражданам, пациентам. Я очень благодарен всем сотрудникам скорой помощи, которые проявляли, по сути дела, массовый героизм. Вот это время было сродни войне. Я хочу сказать, что сейчас идет очередной этап. В регионах формируются единые центры скорой медицинской помощи, формируются центры, объединенные с медицинной катастроф, с территориальными центрами медицинной катастроф, единые диспетчерские, покрывающие весь субъект. Формируются, так сказать, вот единые коллективы, которые, как один кулак, уже работают, по сути дела, обеспечивая своевременность доезда и правильной эвакуации не только в областном центре, а, по сути дела, на всей территории субъекта. Это все очень непросто. Это очень непросто. И я понимаю, что это традиционно было, допустим, в таких субъектах, как Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. Там это было всегда. Но очень много субъектов сейчас где-то появилось. И я хочу сказать, что и Тульская, там, объединенный центр, и там Чечня, и сейчас был Белгородская область, прекрасный центр, который работает, как швейцарские часы, обеспечивая не только, так сказать, своевременную помощь, то, что называется мирным жителям, но и раненым. Поэтому я вас всех поздравляю с этим праздником. Я от всей души желаю, чтобы в каждом коллективе был мир, чтобы было взаимопонимание, чтобы не было условий, которые ускоряют профессиональное выгорание. Я очень хочу, чтобы на всех вот этих центрах, станциях были обязательно и мощные профсоюзные организации, принимались коллективные договоры, чтобы они свято исполнялись, чтобы все были уверены в том, что их трудовые права защищены, что они обеспечатся всем необходимым и лекарственными средствами, оборудованием, условиями труда. Это все очень важно, поскольку это все позволяет нам сохранить душевные качества для того, чтобы отдать их нашим пациентам. Поэтому я призываю всех главных врачей, всех руководителей, заведующих под станциями, конечно, заботиться о коллективах, заботиться о том, чтобы условия жизни были благополучные, искать правильные взаимоотношения с руководителями региональных министерств, департаментов, комитетов, ведомств. И это абсолютно необходимо, поскольку вот в каждом субъекте единый центр скорой медицинской помощи и медицинной катастрофы, по сути это, это правая рука министра, поскольку именно вот этот центр обеспечивает первый медицинский контакт и правильную маршрутизацию пациентов, которая абсолютно необходима при столь больших территориях, рассредоточенных силах медицинских и разноуровневой, по сути дела трехуровневой системе медицинской помощи. Поэтому, дорогие друзья, с праздником вас, чтобы у вас в семьях было все хорошо, чтобы у каждого было желание с утра, так сказать, с радостью идти на работу, а после суточного дежурства с удовольствием возвращаться к себе домой, там, где у вас мир и покой в доме и где вас ждет ваша семья. От всей души желаю вам всего самого-самого доброго.